Привет, друзья! Вы меня просили показать зелень теплицы, которую в середине апреля я высаживала, выращенную через рассаду. Вот давайте посмотрим, что на сегодня у нас с ней происходит. Вот начнем, например, с пекинской капусты. Это пекинская капуста дюймовочка. Вот такие уже хорошие отросшие листики. И вот она у меня стоит в таких юбочках. Я вам попозже расскажу, для чего я, собственно, это делаю. Вот немножечко еще на ней остановлюсь. Вот она заявлена как ультра ранний сорт. И это действительно так, потому что здесь действительно очень активно образуется уже сам качанчик, листочки сворачиваются. То есть в среднем через 50-55 дней после посева семян можно будет уже срезать первый урожай. Дальше у нас идет салат. Вот это у нас салат барбадос. Красно-листовой салатик. Посмотрите, какие тоже уже хорошие он нарастил, такие активные листики, продолжает расти в том же духе. Пока я его не пробовала, ничего не хочу сказать. Вот жду, когда еще он попушистее станет. А вот у нас салат гасконь. Это зеленый салат, тоже листовой. Вот, кстати, сразу скажу, что вот эти оба салата, ну, собственно, я об этом говорила, они подходят для многократной срезки. То есть если мы будем отщипывать или срезать листочки, на растение это никак не отразится. Он будет продолжать расти и дальше. Гасконь мы уже пробовали, потому что, видите, вот есть такие вот салатики, вот листики покрупнее. Смело их можно отрезать и употребить в пищу. Вот мы отрезали, и все равно он продолжает себя хорошо чувствовать, хорошо растет, ничего с ним не происходит. Дальше вот здесь вот у меня, и там вот, чуть подальше здесь, это вот два кустика, я вот как раз выращивала рассады, кориандр. Тоже, смотрите, как хорошо, кориандр дебют называется. Хорошо он очень кустится. Тоже немножечко я уже его щипала для салатиков. Очень ароматный, тоже вам всем рекомендую. Друзья, кстати, вот вы меня спрашивали, высадила ли я рассаду лука в грядке. Вот как видите, лук весь стоит на месте. У нас днем тепло, а ночами очень холодно, и поэтому я не рискую, жду, когда действительно грунт основательно прогреется, потому что за ночь он очень остывает. А лук мы высаживаем, когда температура грунта повышается до плюс 10 градусов. Вот видите, у меня даже вот здесь вот у нас лук-батун, это у меня лук-батун, зеленое перо. Вот два стаканчика, которые я планирую высадить куда-нибудь в грядку с клубникой стоят. И вот эти вот стоят, вот тоже вот это и китайский душистый лук, китайский, да, душистый чеснок, китайский лук, и лук-слезун широколесный. Хотя, собственно, лук считается вроде как и холодостойкой культурой, но все-таки не хочется рисковать, потому что мы же с вами такие труды затратили выращивая эту рассаду. Вот здесь вот смотрите, вот здесь вот у нас укропчик, который вот из рассады я посадила. Смотрите, как он отлично быстро начинает нарастать. Кстати, называется это укроп Ришелье. Тоже немножечко я его уже так по краешкам подщипывала. Здесь вот дальше это у нас петрушка, петрушка Глория. Отлично, тоже смотрите, какие вот маленькие, казалось бы, какие у нее уже крупные листочки. То есть, видите, рассада хорошо себя чувствует, все отлично растет, развивается. Друзья, теперь по поводу ебочки у пекинской капусты. Ну, как вы все знаете, чтобы побыстрее нам собрать урожай, чтобы кочанчики быстрее формировались, со временем по мере нарастания вот этой листовой массы мы связываем. Кто-то веревочкой, кто-то резиночку надевает, чтобы вот так хорошо быстро формировался кочанчик. Я вот для этого, вот это уже второй год, я в прошлом году так пробовала, беру обычную вот такую вот сеточку. Это, кстати, у меня сеточка из мочалки. Потому что, когда связываешь листой, каким-то веревочками, ниточками и так далее, то очень часто травмируются листья. А вот благодаря сетке это все остается цело. И вот в этом году я решила даже немножечко пораньше сделать, потому что пока кустик не такой пушистый, листочки легче свернуть вместе. Вот давайте будем вместе с вами надевать. Да, кстати, отрезаю вот такие полосочки, ну, буквально где-то сантиметров 20-25, но это не принципиально. И сначала вот так вот их сверну, небольшой как бы жгутик, чтобы легче было надеть уже на сам кустик. Вот смотрите, просто берем вот так вот листочки, как бы скручиваем уже сами в кочанчик. Ну, собственно, здесь видно, как они друг за другом растут. Верхушечку прижимаем и надеваем сверху. Получается у нас как резиночка. Видите, все как легко и просто. Расправляем, пока пускай это все лежит внизу. А по мере того, как у нас будут нарастать листики, соответственно, кочанчик будет уже становиться толще, уплотняться, мы вот эту вот саму будем вот так вот сеточку сверху и поднимать. Вот, кстати, друзья, советую, воспользуйтесь таким способом. Посмотрите, вот мы надели вот эту юбочку, сеточку. Листья у нас сразу стали на поверхности. То есть мы смело можем поливать растения, не боясь, что мы там что-то намочим, что-то испачкаем. Вот рядом, вот если все оставляем мы так, то при поливе волей-неволей, а вот земля попадает на листья. Это одна из причин того, что у нас загнивает, начинает загнивать сердцевинка. Самое вот именно все скапливается вот именно вот около основания. А здесь мы действительно получим вот чистые, ровные кочанчики. Вот заодно хочу вам показать свои томаты, которые у меня в мешках растут, и вот которые комнатные я вынесла из дома. Посмотрите, вот это у нас томат розовый пупс. Ну, это уже, по-моему, огромный действительно пупс. Очень он здесь массивный, очень активно развивается, очень много на нем цветения. И есть уже такие небольшие помидорчики. Вот это у нас томат большая мамочка. На нем тоже уже есть первые завязи. И тоже он отлично цветет. Единственное, конечно, я ожидала немножечко, что это все будет происходить побыстрее, поинтенсивнее. Но у нас очень действительно холодно, как я уже говорю. Ну, многие, кто живет тут уже приблизительно на такой же широте, как я, знают, какая у нас все-таки обманчивая погода. Ну, а это вот у нас горшечный красный. Собирали мы уже с него активно помидоры. Здесь опять вот много зеленых. И надеюсь, что действительно он меня еще будет радовать и не один месяц. Так что, друзья, действительно советую, вот помимо обычных томатов, можно и горшечные томаты на улице высаживать, выращивать и в горшках, и как угодно. Не пожалеете. Но лишние томаты, они, по-моему, никогда не бывают лишними. Друзья, ну, показала я вам свою зелень, которая у меня сейчас растет в теплице. Если будут какие-то вопросы, спрашивайте. Всем с удовольствием отвечу. Всем отличной погоды. Всем, конечно, прекрасного настроения. До новых встреч и пока.